Добрый вечер. Сегодня в нашей студии собственной персоной, старший помощник прокурора Ленинского района Идилов Алексей Юрьевич. Добрый вечер, Алексей Юрьевич. Добрый вечер. И тема сегодняшней беседы это законодательство в сфере ЖКХ. На самом деле тема эта актуальная, насущная, вопросов очень много. В прокуратуру с чем обращаются тагильчане? Расскажите, какова вообще доля среди всех обращений вопросов в сфере ЖКХ? Хотелось бы отметить, что законодательство в сфере ЖКХ является приоритетным направлением прокурорского надзора. Количество обращений из года в год только увеличивается, составляет порядка 80% всех обращений. Людей интересуют разные проблемы. Особая актуальность в ближайшее время принимает проблема начисления платы за коммунальные услуги, приходящиеся на общедомовое использование. Если, например, в 2012 году основной массой обращений являлись двойные квитанции, то есть противоборство управляющих компаний, так сказать, за тот или иной многоквартирный дом, то в 2013 году данная проблема решена. И основной вопрос, который интересует жителей, это начисление платы за общедомовое потребление. Ну давайте, может быть, на этом поподробнее остановимся тогда, да, на этой теме. Начисление платы за общедомовое потребление. Какие конкретно вопросы поступают, из каких районов и, собственно говоря, меры прокурорского реагирования? Ну, хотелось бы отметить, что основная проблема в общедомовом потреблении – это определение площади многоквартирного дома, на который необходимо производить расчет. Прокуратурой района совместно с жилинспекцией еще в начале 2013 года была проведена ревизия всех многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, совместно с управляющими компаниями, в том числе и органами БТИ, для определения достоверной площади многоквартирного дома, который подлежит начислению. В этой связи в настоящее время, естественно, еще такие жалобы есть, но их количество существенно уменьшилось в связи с тем, что управляющие компании знают точно, на какую площадь необходимо насчитывать. Эту информацию направляют в расчетные центры и, соответственно, последние насчитывают уже правильно. Когда люди обращаются в прокуратуру, когда вопрос со своей управляющей компанией не могут решить, допустим, там не один раз, и уже как в последнюю инстанцию? Ну да, безусловно. Хотелось бы сказать, что Государственная жилищная инспекция осуществляет Государственный жилищный надзор, в том числе и в области начисления, правильности и порядка соблюдения управляющими компаниями платы за коммунальные услуги. При обращении в органы прокуратуры граждан с заявлениями о начислении платы, естественно, большая часть данных обращений перенаправляется в жилищную инспекцию по поднадзорности. В том случае, если коллективные обращения граждан или имеют место массовые нарушения со стороны управляющей компании, и это видно из существа заявления, то прокуратура проводит проверку самостоятельно, в том числе может привлечь в качестве специалистов, должностных лиц жилищной инспекции. То есть вы сказали, что некоторые обращения перенаправляются в жилищную инспекцию. Вообще тогда расскажите для жителей, чтобы было понятно, с какими вопросами нужно обращаться в прокуратуру, с какими в жилищную инспекцию есть еще и Роспотребнадзор. Что входит в компетенцию прокурорского надзора? Ну, чтобы для понимания давать и разграничен, так сказать, подведомственность направление деятельности, Роспотребнадзор рассматривает обращения граждан в части, например, соблюдения требований к качеству холодной воды. Допустимая продолжительность и соблюдение параметров температуры горячей воды. И, например, по обращению граждан специалисты Роспотребнадзора могут выехать и провести замеры температуры в жилом помещении, например, когда зимой холодно, и гражданин замерзает, он может обратиться и не выйдет. И проведут необходимые замеры. У них для этого есть аккредитованная лаборатория, специальное оборудование. Специалисты жилинспекции рассматривают большую часть вопросов в сфере жилищного законодательства, в том числе, прежде всего, это начисление порядка оплаты за жилищно-коммунальные услуги, порядок проведения процедуры общих собраний, законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности. Ну, самая главная и основная задача, я считаю, на мой взгляд, жилинспекции, это правила содержания ремонта общего имущества многоквартирных домов. Кроме того, делегированная новая функция жилинспекции, это соблюдение контроля за расходованием средств капитального ремонта. Ну, она еще в настоящее время не реализуется. Но в ближайшее время жилинспекция будет заниматься этим. В прокуратуру, я считаю, прежде всего, необходимо понимать, что это надзорный орган. И после того, как гражданин обратится в другие ведомства и не получит исчерпывающего и мотивированного ответа на свой вопрос, на свою просьбу, жалобу, ему необходимо обращаться в прокуратуру. И первоначально хотел бы отметить, что все-таки гражданам необходимо обращаться в контролирующие органы. Также хотел бы еще обратить внимание, что в соответствии со 165-й статьей жилищного кодекса на органы местного самоправления также возложена обязанность по осуществлению муниципального жилищного контроля. Они, органы местного самоправления обязаны, в случае, если на многоквартирном доме происходит, так сказать, противостояние управляющих компаний, инициировать, проводить собрание, даже в том случае, если у них нет муниципальной доли в данном жилом доме. Соответственно, данная мера необходима для того, чтобы избежать доставления двойных питанцев. Но еще раз хочу подчеркнуть, что на территории Ленинского района данная проблема в настоящее время отсутствует. Судя по тому, что вы отметили 80% обращений в прокуратуру касается сферы ЖКХ, люди идут все-таки напрямую пока в прокуратуру, минул вот эти инстанции. Чем выиграет, допустим, потребитель, обратившись сразу в Роспотребнадзор или в жилинспекцию? Быстрее ли в таком случае решится, может быть, проблема, вопрос какой-то? Ну, конечно, быстрее. Для перенаправления обращений все равно требуется. Дней пять минимум. И вот еще хотелось бы о мерах прокурорского реагирования. Допустим, та же тема, которую вы затронули, это плата за общий домовую площадь, да? Если выявили какие-либо нарушения, расскажите, что ждет вот эту управляющую компанию? Предписания или какие-то более серьезные же меры? Нет, ну, в случае выявления фактов нарушения при начислении кварплаты прокурором района выносится постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного статьей 14.7 Кодекса, обман потребителей. Для юридических лиц наказание от пяти до десяти тысяч рублей. Также возможно вынесение постановления по статье 14.8, введение в возбуждение относительно потребительских свойств или качества товара. То в том случае, если температура, например, предоставляемого горячего водоснабжения не соответствует с НИПом, наказание такое же. Были уже вот такие решения на наказание управляющих компаний? Да, были. Ну и давайте к следующей теме перейдем. Отопительный сезон вскоре начнется в нашем городе. Готовятся теплоисточники, многоквартирные жилые дома. Я знаю, что прокуратура ведет проверку многоквартирных жилых домов, жилого фонда на как раз вот тему подготовки к зиме. Расскажите, что проверяете, какие итоги вообще можно уже подвести или нет? Да. Прокуратурой района на системной основе осуществляются проверки в сфере подготовки жилого фонда. 30 августа была проведена проверка совместно с жилой инспекцией. Было проверено свыше 15 многоквартирных домов на улице Быково, на улице Газетное, на Карла Маркса, Высокогорское. Достаточно большое количество домов. Хотелось бы отметить, что из 15 проверенных многоквартирных домов только один дом был готов к зимнему периоду. На что значит готов, на что обращаете внимание? Ну, прежде всего, проверка начинается с подвальных помещений. Какой там температура, влажностный режим, имеются ли утечки. Ну и самое главное, это тепловые узлы. Проведена ревизия задвижек. Поставлены ли все необходимые приборы, манометры, термометры и так далее. Хотелось бы сказать, что из 15 многоквартирных проверенных домов неудовлетворительное состояние подвальных помещений было в 8. В 5 из них подвальные помещения были затоплены. Что недопустимо в преддверии зимы. В этой связи прокуратурой района в отношении управляющих компаний будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по статье 7.22 КЛАП. Наказание на юридическое лицо от 40 тысяч рублей. На должностное от 4 до 5. Но учитывая количество нарушений, их тяжесть и степень общественной опасности, я полагаю, что за каждый многоквартирный дом управляющая компания будет привлечена к должностному лицу. В дальнейшем продолжатся такие проверки? 15 домов проверены, фонд большой, в жилищном районе. Фонд у нас, конечно, огромный. Проверки будут продолжаться, в том числе на следующей неделе. Мы планируем провести проверки в районе Лебяшки. Проверим управляющие компании «Вермак». У них тоже значительно большой фонд. Дома выбираете выборочно? Да. Мы, естественно, анализируем опыт прошлых лет, количество обращений граждан на надлежащее содержание и ремонт со стороны управляющей компании, проверяем данные дома. В дальнейшем будет ли какая-то проверка, устранены ли нарушения? Конечно. Контроль постоянно идет. Управляющая компания докладывает о проделанной работе. В администрацию города эта информация поступает ли? Потому что администрация города также проводит свою проверку. Специальные комиссии, созданные по постановлению главы города, практически тем же занимаются обходить жилой фонд. Не, ну, практически тем же, я считаю, так неправильно говорить, потому что жилой фонд огромный, конечно, мы не можем объять необъятное. То, что проверяет администрация, это, конечно, необходимо и важно делать. Но у нас, как бы, проверки несколько иного плана. Администрация просто может констатировать факт, а привлечь к административной ответственности она не может. Может направить информацию либо в прокуратуру, либо в жилой инспекцию для привлечения к ответственности. Ну, а вообще, вот в целом, в последний год городская власть, как бы, вплотную занялась, да, этой проблемой наведением порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Создана и работа, комиссия по работе управляющей компанией. Вот вы чувствуете, что, может быть, обращений стало меньше, либо тематика их изменилась в связи с тем, что, как бы, такое пристальное внимание со стороны администрации города, главы города? Не, ну, да, действительно, администрация города надо отдать должное, что уделяет серьезное внимание проблеме ЖКХ. Количество обращений действительно снизилось. Если за 8 месяцев 2012 года прокуратурой было разрешено 165 обращений в сфере ЖКХ, то за истекший период 2013 года 67. Я считаю, что эти цифры показывают. В том числе и работу администрации. Ну, нельзя только отсутствие огромной массы обращений ставить в пик у администрации, что это только ее заслуга, прежде всего, совместная работа. В том числе и это связано, на мой взгляд, с расширением полномочий жилой инспекции, увеличением штата данной организации. Хорошо. И еще один момент, связанный с подготовкой как раз к зимнему периоду. Долги за услуги ЖКХ у населения по-прежнему существуют. Несмотря на то, что у администрации города договоренность с ресурсами, с обожающими организациями есть, да, но как бы вот долг-то он не уменьшается. Расскажите о роли прокуратуры. Ведете ли контроль за работой управляющих компаний по погашению задолженности? Как они работают с этим? Ну да, безусловно. Проблема задолженности в сфере ЖКХ является самой актуальной и приоритетной направлением. Хотелось бы отметить, что долги муниципального образования перед поставщиками газа на сегодняшний день являются самыми крупными в области. Систематически в прокуратуре района проводятся совещания с участием представителей управляющих компаний по вопросу, в том числе и взыскания задолженности с населения, проведению претензионной исковой работы, отключению, установленной в законном порядке недобросовестных плательщиков. Данная работа поставлена на системную основу и ежегодно она проводится, в том числе и с участием администрации. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что достигнута договоренность, конечно, между администрацией города и поставщиками газа, в частности, все равно остается реальная угроза прекращения поставки газа. Данная ситуация, она системна и связана, прежде всего, с неплатежами населения, которые, в свою очередь, порождают долги управляющей компании перед, в частности, Тагилэнерго. А данное предприятие, в свою очередь, не может расплатиться перед поставщиками газа. Вот и все. Вы говорите, в практике были случаи, когда искки на жителей, на злостных неплатежщиков подавались на отключение от света, тепла. Расскажите, крайние меры выселения, была такая практика, допустим, в городе? Нет, ну, безусловно... Или такое невозможно? Такое возможно. Безусловно, самая действенная мера — это отключение электроэнергии, в частности, предоставление коммунальных услуг. Можно же приостанавливать не только электроэнергию, но и другие коммунальные услуги, за исключением холодного водоснабжения и отопления в зимний период. Но самая популярная у нас мера — это отключение электроэнергии. Если данные воздействия применяются в соответствии с требованиями законодательства, то, я считаю, надо им пользоваться. Хотелось бы отметить, что обращение граждан в сфере отключения у них электроэнергии в квартирах со стороны управляющих компаний их просто можно на пальцах пересчитать. При проведении проверок, конечно, допускается со стороны управляющих компаний отступление от действующих норм. Но в целом, хотелось бы отметить, что отключение производится в соответствии с законом. Главное, чтобы имело свой эффект по оплате. А что касается выселения, то за мою практику в 2010 году администрация города инициировала обращение с исковым заявлением о выселении нанимателя, подчеркиваю, то есть лицо, которое проживает на основании договора социального найма в муниципальном жилье. Я участвовал в процессе и выселили. Решение вступило в законную силу и устояло. Если квартира находится в собственности, сделать это сложнее? Это невозможно. Невозможно. Ну вот такие меры, вы считаете, они являются действенными по отключению, да, допустим, ресурсов? Ну, безусловно. Наблюдаете, что пасят люди долги? Конечно, да. Одно, что возможно отсутствует в некоторых домах техническая возможность, либо квартира находится в коммунальной, и если отключить одну комнату, то отключится вся квартира, соответственно, добросовестные плательщики также останутся без света. Ну, на мой взгляд, самая действенная мера в данной ситуации, это вот, в частности, по муниципальному жилью, это действительно выселять. Но еще раз подчеркну, что выселение возможно в том случае, если человек в течение полугода не заплатил ни копейки. Если он заплатил хотя бы один рубль, выселить его нельзя. А по отключению электроэнергии также идет расчет, если человек не платит, то в течение полугода... Нет, там три месяца. Три месяца? Да. Если три месяца не платит, его можно отключить. Но если по истечении, после того, как его отключили, он заплатил хотя бы рубль, его обязаны снова включить. Ну, данные несовершенства, законодательства, конечно, они всем известны, не имеют места быть. Но самый реальный рычаг, еще раз хочу подчеркнуть, это выселение из муниципального жилья. Контролируете ли вы управляющие компании в том плане, чтобы вовремя рассчитывали с ресурсоснабожающими организациями, этот вопрос тоже стоял, чтобы не копили деньги, на счетах напрямую рассчитывались? Ну да, безусловно, данный вопрос постоянно поднимается, и в совещаниях администрации города, и у нас, в прокуратуре района. 80% управляющих компаний заключили соглашения с расчетными центрами, в соответствии с которыми денежные средства, собранные из граждан за именно коммунальные услуги, напрямую в обход счетов управляющих компаний поступают на расчетные счета ресурсоснабожающих организаций. И последний вопрос, Алексей Юрьевич. Если нужна консультация человеку, расскажите, ваше мнение, куда можно обратиться в сфере ЖКХ с квитанцией по начислениям. Жилинспекция проводит ли такую услугу, предоставляет ли населению? Безусловно, проводит. У всех руководителей есть приемное время. За консультацией можно обратиться и к нам в прокуратуру. У прокурора также есть целый приемный день. Ко мне можно обратиться. Хотел бы еще пригласить активных руководителей ТСЖ и управляющих компаний на круглый стол, который состоится 26 сентября в администрации города по вопросам взыскания задолженности населения. Опять о том же, о чем мы с вами и беседовали. Да, да. Данное мероприятие нами было поставлено на системную основу в 2012 году. Ассоциация юристов России была инициатором. В этом году мы хотим продолжить. И вот будем собираться. я думаю, что ежемесячно. Так что, кто желает, милости просим. 26 сентября в администрации города. Хорошо, Алексей Юрьевич, спасибо вам за беседу. Большое спасибо. Ну, а нам остается только попрощаться и напомнить, в эфире была программа собственной персоной. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова